Святой вечер. Недавно, буквально сколько-то дней назад, умерла насильница свято-успенского Никола Васильевского монастыря, схемонахиня Феофания. Мне довелось знать матушку с 90-го года, потому что в 90-м году я приезжал к нашему духовнику, схиархимандриту Зосиме, тогда еще архимандриту Саватию, за советом, побеседовать, пообщаться. Мы многие стороны нашей жизни священнической затрагивали. И когда приезжаешь к батюшке, то в его доме часто находились люди, которые тоже приезжали за советом. Вот всех этих людей встречала матушка Феофания. Очень кроткая, смиренная, но в то же время, вот такой совершенный послушник, совершенная послушница своего духовного наставника. То есть вот без нее или через нее, обойдя ее, невозможно было попасть к отцу Зосиме. И, конечно, только светлые воспоминания о ней, потому что бывало, что когда сидишь, ждешь, ожидаешь своей очереди к батюшке, она выходила, и мы могли беседовать какое-то время, 15-20 минут, полчаса, может и больше даже, и какие-то вопросы духовной жизни с ней затрагивали. И вот на днях я узнал, что матушка приставилась, и вот вспомнился мне случай один. Однажды я приехал в обитель, отец Зосима уже тоже приставился, и мы с какой-то компанией людей, не помню уже, кто был рядом, стояли как раз возле дома, где жил батюшка, ступеньки, по которым мы поднимались к нему, заходили, и о чем-то говорили. И в это время над монастырем пролетала огромная стая ворон. И я вспомнил, как в юности, в ранней юности ездил к своей родне в Москву, в Подмосковье. И вот мы с братьями моими играли на улице, и также над нами пролетала огромная стая ворон, так что все люди уходили в подъезды или под козырьки, и мы тоже побежали. Я сразу не понял, почему так. Бабушки вставали с лавочек, уходили в подъезды. А в это время с неба стали падать приветы от ворон, так назовем их. Вот, то есть, ну они же живые существа, и вот такие плямы падали на асфальт. И я, находясь там в монастыре, смотрел на небо и думал, ну вот сейчас где-нибудь и на нас чего-нибудь такое прилетит. И в это же время выходит из дома матушка Феофания. Она подняла взгляд к небу, увидела этих ворон и говорит, ой, сколько птичек летит. И у нее в лице столько радости, столько счастья было, что она увидела птичек. То есть, для меня это вороны, из которых, так сказать, падают приветы на головы людей. А для нее это вот стая небесных птичек. И вспомнились мне слова, для чистого все чисто, а свинья грязь найдет везде. Ну, такая вот история на ночь глядя. Будьте чисты, пусть чистыми будут ваши помыслы, ваш взгляд на жизнь. Как Господь говорил, что если око твое светло, то жизнь твоя вся будет светла, чиста. А если око твое нечисто, то и вся жизнь твоя будет такая. Чистоты всем вам. Доброй ночи. Охрани Господь.